Всем огромнейший привет! Сегодня я снимаю видео о своем вступлении в совместный проект Вышиваем птичек вместе, вышиваем птиц вместе, хорошо не птичек, потому что не только маленькие птички будут вышиваться, но и большие птицы И я сегодня покажу набор, который я буду вышивать чуть поподробнее То есть вы сейчас видите на своих экранах этот набор Но прежде чем я буду показывать вам, что находится внутри этого набора, я хочу рассказать новости по этому совместному проекту С завтрашнего дня он начинается Я выбрала название для этого совместного проекта «Птичий переполох», потому что это название встречалось чаще других в комментариях Хотя название, которое вы предложили, мне очень-очень все нравятся Ну фактически все, 99% названий мне очень нравятся И я даже удивилась, насколько изобретательные вышивальщицы оказались в этом плане Потому что когда я сидела, выбирала и думала про название, мне, конечно, и десятой доли не пришло на ум того, что вы предложили в комментариях Поэтому, если вам интересно, вы, конечно, можете вернуться к тому видео и посмотреть, что девчонки предлагают Ну просто прелесть! Но так как птичий переполох встречается чаще, чем другие Жалко, что нельзя все и сразу Это большая трагедия вообще нашей жизни Когда нельзя все и сразу Но остановимся давайте на этом названии С завтрашнего дня начинается наш совместный проект Я оставлю ссылку на группу ВКонтакте, которая специально создана для этого проекта Там есть альбом, куда вы можете бросать свои фотографии Фотографии процессов, фотографии подготовки Если же у вас нет контакта, то вы можете все это делать на почту На тот почтовый ящик, который я оставляла и сейчас еще раз оставлю в инфобоксе Заметьте, пожалуйста, что анкету я прошу заполнить вне зависимости от того, есть ли вы ВКонтакте или нет вас ВКонтакте Мне просто будет удобнее всю информацию держать в одном месте Для своих объединенных совместных видеоотчетов Про анкеты Я уже получаю эти анкеты и достаточно большое количество людей Хотят вступить в этот совместный проект Я вас всех приветствую, приглашаю Нет совершенно никаких ограничений, начинающая ли вы вышивальщица или не начинающая Вышиваете ли вы по набору или вышиваете ли вы по какой-то схеме или по журналу Это все абсолютно не важно Важно, чтобы вы вышивали птиц Это основное условие И, конечно же, второе условие – это активное участие в проекте То есть приветствуется ваше активное общение Приветствуются ваши какие-то активные действия в группе Это только плюс к карме и как любят говорить Значит, что я хочу сказать про анкету Я получаю ваши заявки, но иногда информация очень скудная То есть либо вы забываете вставить фотографии, прислать фотографии Желательно, чтобы была фотография титульного набора То есть вот как я сейчас Вот вы сейчас видите, что у меня здесь находится Чтобы было понятно, что вы хотите вышивать То есть ваша конечная цель Если вы планируете вышивать несколько наборов Это уже по вашему выбору Вы можете сразу все титульные наборы прислать Как бы я об этом скажу в отчете Что у вас большие планы на этот год Или вы можете выложить фотографии только первого набора прислать А там будет видно, будете ли вы продолжать или не будете продолжать Как бы на ваше усмотрение Не забывайте, пожалуйста, что нужны фотографии И второй момент Пишите какую-то информацию о тех дизайнах или о тех наборах, которые вы будете вышивать Даже если это наборы всем хорошо известны Если вы вышиваете Алису или Риолис Все равно какую-то информацию, чтобы мне можно было об этом сказать в отчете То есть я хочу, чтобы вы представили Что если вы не предоставили мне фото То мне и нечего будет показать в совместном отчете А если вы очень мало написали То мне нечего будет и сказать об этом Поэтому, пожалуйста, у вас будет время до 20-го числа Так как я где-то в конце января планирую выпустить совместный отчет О нашей подготовке, о старте этого проекта Посмотрите, какими фотографиями вы можете дополнить Что еще можете написать об этой работе Можно это сделать, еще раз повторюсь Либо в альбоме в нашей группе «Птичий переполох» Альбом называется «Фото подготовки и процессов» Вот туда можно бросать Либо на почту Как бы это две основные точки, где вы можете отчитываться Еще раз хочу повториться Еще раз хочу акцентировать ваше внимание именно на этом Чтобы вы вернулись к тем анкетам, которые вы мне присылали на почту И посмотрели, что туда можно добавить Фото или описание какое-то расширенное Ну, в общем, как в анекдоте Если вас незаслуженно обидели, то вернитесь и заслужите Чуть не забыла сказать Я выражаю свою благодарность Миле Ее ник на YouTube – Мила Домик За то, что она нашла информацию о том, что этот год по славянскому гороскопу Год Орла То есть очень удачное сочетание Как раз нам предстоит вышивать птиц и Год Орла Он будет называться Годом Парящего Орла Я дам ссылочку, это будет и ВКонтакте Ну, с разрешением Милы, наверное, это будет ссылка и ВКонтакте Так как, мне кажется, она основополагающая для этого проекта И кроме того, я зачитаю, что уже написано в этом гороскопе про Год Парящего Орла По-моему, нам все это очень подходит Еще один момент У нас появился третий спонсор нашего проекта Ирина Солодова решила поучаствовать не только в вышивке дизайнов с птицами Но еще она и предложила два буклета от фирмы Dimensions в качестве приза Там схемы с птицами Я вставлю фотографии, чтобы вы могли посмотреть На мой взгляд, очень интересные дизайны Я бы сама с удовольствием половину из них вышла Спасибо, Ирочка, большое за такое решение И не забывайте, пожалуйста, что вы в любой момент можете стать тоже спонсорами этого проекта Мне кажется, чем больше спонсоров, тем интереснее сам проект Год Орла – это год миссионеров То я думаю, что это вам воздастся историцей И еще один момент Так как такой достаточно крупный совместный проект я решила взять под свое крыло впервые То я хочу сказать, что мне сложно технически какие-то вопросы решать Я себя называю Т в квадрате или ТТ Технически тупой пользователь Поэтому, если у вас какие-то будут подсказки по ведению группы ВКонтакте То, пожалуйста, подсказывайте, помогайте Я буду вам только благодарна А сейчас, собственно говоря, я перейду к этому набору С которым я и буду участвовать в этом совместном проекте Давайте посмотрим, что же находится внутри этого набора Набор называется «Птицы в ряд» от фирмы Анкор В итоге он должен получиться 18 на 47 сантиметров И прежде чем мы посмотрим, какие составляющие этого набора Я хочу поговорить о тех птицах, которые мне предстоит вышивать Так как, когда я посмотрела на этот титульный листочек Я поняла, что я каких-то птиц даже и не знаю, как называются Я надеюсь, что этот проект еще и будет иметь некую образовательную нотку Которая позволит нам узнать название многих птиц Собственно говоря, не только нашей полосы, но и по всему миру Здесь, наверное, очень трудно определить по голове, что это за птица Но, собственно говоря, рассматривая тельцы, я поняла, что это воробей Давайте я поближе покажу Вот это у нас воробей Рядом с воробушком сидит щегол Вот этот Очень похож Вот эту птичку я совсем не знаю То есть, если у вас есть информация по названиям птиц То пишите, мне будет очень-очень интересно и познавательно Не только, собственно говоря, мне И вот эта синяя птичка для меня осталась загадкой Я пыталась поискать в интернете Правда, мне не удается по фотографиям определить Но вот по каким-то описаниям Но так и не нашла Это, конечно, наш дятел Замечательная птица Кстати, у нас сейчас на даче кормушка И очень интересно наблюдать, какие птицы прилетают подкормиться именно зимой Так вот, совсем недавно Вот последний раз был только муж на даче Он прислал мне фотографии И там сидит прям дятел У нас сало специально висит для синичек Так вот, оказывается, не только синички любят сало Но еще и дятел специально прилетает, чтобы его поклевать Вот эта зеленая птичка Наверное, зеленушка Есть у нас такая птичка В нашей полосе В средней полосе Мне кажется, это она Хотя здесь не очень понятно Вот я стала вглядываться в дизайн Я даже с трудом нашла, где у нее тут клюв Такое ощущение, что она вот смотрит как-то вверх Вот клюв раскрыла И сюда смотрит Наверное, общается с дятлом Такое общение происходит Дружеское и тесное Рядышком с ней сидит зарянка Вот, похоже, конечно, на снегиря Но у снегиря это красное пятнышко ниже А голова черная А вот это вот ближе к зарянке И вот последняя птичка У меня под вопросом Потому что, конечно же, желтая грудка Всегда говорит нам Ну, первая мысль, да Которая появляется в голове Что это похоже на синичку Но у синички тоже немножко другой раскрас Я попыталась поискать в интернете И я нашла лазаревка Может быть, это и лазаревка Если вы более знающий орнитолог Не такой, как я То напишите настоящее название этих птиц Вот именно этих птиц Мне будет очень-очень интересно Итак, значит, что здесь находится в самом наборе Нитки Нитки анкор На их палетках Сразу же видно, что здесь дополнительно черные нити И одна белая нить Два моточка черных и одна белая То есть черного цвета уходит много Две палеточки Ну, стандартные палетки для анкор Я даже когда вышивала своего гепарда Я эти нитки не перевешивала Пользовалась этими палетками Ну, возможно, что я так и буду ими пользоваться Уже не буду никуда перевешивать Я посмотрю по ходу Но стартую я пока с этими палетками В принципе, мне было несложно ими пользоваться А нитки парковать я не паркую То есть если я беру ниточку То я ее вышиваю до конца Поэтому, наверное, смысла куда-то перевешивать у меня нет То есть такого смысла я не вижу Так, что дальше идет? Дальше идет кусочек белой канвы И это белая канва 16 каунта Это не цвайгард Канва не цвайгард Никаких опознавательных полос на ней нет Значит, я уже упомянула, что Должен получиться дизайн Как пишет анкор 18 на 47 сантиметров А канву А канву фирма вложила Ну, где-то 40 сантиметров На 64 То есть что получается 40 сантиметров Минус 18 40 сантиметров Минус 18 Это Фактически по 10 сантиметров Воздуха Снизу и сверху И 64 Минус 47 Это Ну, чуть меньше, чем по 10 сантиметров Слева и справа Получается так Ну, здесь Как обычно Иголочка Прикреплена к канве Мне кажется, это 26 иголочка 26, она не очень крупная 24, наверное, покрупнее И дальше Схема Значит, вначале Целая Простынь Как я уже вижу Инструкции Как и что На разных языках Как вышивать Что можно стирать При 60 градусах И гладить Также можно подвергать Химической чистке Вот этот значок По-моему, так обозначается Или что это за значок? По-моему, это химическая чистка Так И Два листочка схемы Значит, схема у нас На двух Сторонах Вот это не очень мне нравится В схемах Анкор Если такое попадается Потому что я вот вышиваю Заканчиваю Вот те Маки От Анкора Они просто на даче У меня заканчиваются Вот И Что я хочу сказать Не очень удачно Потому что Нужно проклеивать Наверное Перед тем, как вышивать Или делать копию Схема Ну, как бы Мало того, что Приходится ее Крутить Если что То она еще и протирается На сгибах И неудобно Этим пользоваться И я не люблю Схемы Разделенные на куски То есть Мое сознание С трудом воспринимает Вот эти кусочки Я люблю Когда схема Одним полотном Одним куском И я уже взглядом Могу определять На каком я месте Вот эти вот Совсем мелкие куски То есть Понятное дело Что я буду Наверное Отшивать по птичке В планах у меня Такая будет Вышивка По птичке И, наверное, птичка И сразу же бэк Птичка и бэк Так, по схеме По значкам Значит, по значкам По значкам Вышивка несложная Здесь только крест В две нити Вот это все крест И бэк в одну нить Ну, замечательно Замечательно По вышивке Канву я менять не буду Буду вышивать По канве Которая вложена В этот набор И В итоге Скорее всего Скорее всего Я буду думать По поводу Оформления Этой вышивки Подушку Такая диванная подушка Возможно Длинная Иногда есть Такие подушки От сквозняков Которые специально Кладут на пол Для того Чтобы закрыть Вот ту щель Чтобы не сквозила В щель Между дверью И полом Так что Вполне вероятно Что эта вышивка У меня В итоге Поселится На подушку Пожалуй Это вся информация Которую я хотела Поделиться На сегодня Итак Всем желаю Прекрасного Вышивального И рукодельного Настроения Всех жду В группе Вконтакте Приглашаю В наш совместный Проект Птичий переполох Будем называть Его ПП СПП И всем До новых встреч Пока Пока